В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Елены Гончаровой. Здравствуйте! Субтитры предоставил DimaTorzok Я хочу сказать, что мы очень плотно работаем и намереваемся усилить эту работу с муниципальными образованиями, потому что одной из проблем является недостаточная активность территории в освоении тех денег, которые предоставляются из федерального и областного бюджета. Около половины муниципальных образований частично использовали средства, а два образования вернули эти средства в полном объеме. Открывая конференцию, глава региона Игорь Орлов начал с цифр. В Архангельской области 683 тысячи человек работающего населения. Из них только 220 тысяч – плательщиков НДФЛ. Даже если учесть количество студентов и предпринимателей, общее число налогоплательщиков получается неполным – 320 тысяч. Где мои 350 тысяч налогоплательщиков, которые должны формировать бюджет Архангельской области? Я очень рассчитываю, что тот диалог, который сегодня проводится, он безусловно нацелен на то, чтобы те деятельности, с которыми вы связываете свою жизнь, жизнь своих семей, жизнь своих товарищей, людей, которые взяли на работу, она была комфортна не только с точки зрения количества денег в кармане, но и наличия детских садов, дорог, о которых мы сейчас так много говорим, ну и прочее, прочее, то, за что отвечает власть. Главное пожелание к участникам конференции – сформировать конкретные задачи к власти, задачи, решение которых позволит создать лучшие условия для работы предпринимателей во благо Архангельской области. Виктор Кузнецов, Илья Сумуроков, Олег Ширяев, Панорама Севера. Обеспечение дорожной деятельности, капитального ремонта дворовых территорий и проездов к ним. Вот лишь некоторые цели, для которых в регионах созданы так называемые дорожные фонды. Есть такой и в нашей области, причем формируется он большей частью за счет средств Архангельска. Вот только взамен дороги города получают далеко не всегда. 580 километров – такова общая протяженность дорог в Архангельске. Эта солидная цифра требует финансовых вливаний, не менее солидных. В первую очередь на текущие и капитальные ремонты. И необходимая сумма известна – 6 миллиардов рублей. Для того, чтобы содержать дороги областного центра, необходима программа «Город Архангельск – областной центр». В этой программе у нас предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту дорог областного центра. К сожалению, эта программа в прошлом году была не профинансирована по решению областного правительства. И поэтому дороги пришли в такое состояние, которое оно сегодня у нас есть. А программа областному центру, несомненно, необходима. С предложением восстановить ее работу к губернатору обратились мэр Виктор Павленко и депутаты городской думы. Ни положительного, ни отрицательного ответа пока нет. Градоначальники народные избранники едины и в другом вопросе. Порядок распределения средств регионального дорожного фонда необходимо срочно пересмотреть. В Архангельске живет треть населения региона и сосредоточено более 100 единиц автотранспорта. А это колоссальная нагрузка на дороги города. Поэтому из дорожного фонда в 4,5 миллиарда рублей Архангельск должен получать не 70 миллионов, а гораздо больше. Это, конечно, капля в море. Это точный минимальный ремонт. Для сравнения, в 2008 году на город было потрачено ремонт дорог. Из всех источников города, области и федерации почти полтора миллиарда рублей. Полтора миллиарда рублей – это как раз та сумма, которую Архангельск вносит в дорожный фонд. Видимо, на ремонт дорог в других населенных пунктах, так как в областном центре из этих денег остается лишь десятая часть. Вывод один. Методика расчета объемов регионального дорожного фонда сегодня не учитывает ни количество проживающих на территории города, ни двойную нагрузку на дороги Архангельска, где сосредоточены все офисы областных и федеральных структур. Кроме того, немалый ущерб городским дорогам наносит большегрузный транспорт, маршрут которого также проходит через Архангельск. Город Архангельск отдает в общий бюджет. И мы не раз, учитывая то, что из 20 миллиардов мы там получаем 7,3, мы обращаемся с просьбой о каких-то дополнительных программах, которые носят общий характер. Такой программой является программа города Архангельска как административного центра. Мы доказали, что город Архангельск может претендовать на какую-то специальную программу. И такая программа была определена два года назад. Я считаю это справедливо. Мы говорим о том, что город Архангельск помогает региону. Это правда, это отмечается и губернатором Архангельской области. Мы, конечно, не претендуем на все средства, безусловно, понимая, что нужно помочь всей области. Но хотели бы, чтобы это был какой-то диалог. Несмотря на отсутствие конструктивного диалога, ремонт дорог областного центра муниципалитет продолжает своими силами. Для решения проблемы город выделил более 100 миллионов рублей. Четкое распределение средств дорожного фонда могло бы десятикратно увеличить эту сумму. А значит, реанимировать изъеденные ямами и трещинами дороги областного центра. Тройка, девятка, десятка. Это не карты в колоде, а маршруты, по которым пассажиров перевозят автобусы муниципальных предприятий АПАП. Его транспорт курсирует в самые отдаленные уголки города. По крайней мере, должен курсировать достаточно часто и по графику. Однако жалобы от пассажиров говорят о том, что в хозяйстве автоперевозчика что-то идет не так. Автобусы марки ПАЗ давно набили оскомину, а подчас и синяки многим архангелогородцам. И бог бы с ними, до альтернативы продукции Павловского завода почти нет. Большие и достаточно комфортные лиазы муниципальных предприятий АПАП-1 и АПАП-2 пора заносить в красную книгу. Мне кажется, что эти большие автобусы, они не успевают вообще по расписанию, особенно последние, которые рейсы, в 9-10 часов. Можно сказать, что их вообще даже не бывает, потому что даже не можешь уехать вечерами домой. А вообще, мне кажется, больших автобусов стало меньше на дорогах. Проверяем утверждение. Прождав под дождем манну небесную в виде большого теплого автобуса минут 10, ради интереса включаем запись. Примерно через полчаса аккумулятор камеры сел, а вот съемочная группа в муниципальный ляз так и не села. А ведь на часах еще и 9 вечера не было. Попасть в социально значимый транспорт удалось утром следующего дня. На 44-м мы предпочитаем с дочерью именно на этом ездить, по городу. Мы очень долго ждем. А что, интервалы большие между автобусами? Очень большие интервалы, да. С просьбой раскопать для нас корень проблемы обращаемся к директору муниципальных автобусных предприятий Александру Ситкову. Экономика нашего региона испытывает жесточайшую нехватку трудовых ресурсов. В этих условиях, конечно, сложно вести и дисциплинарную работу, и сложно проводить отбор людей необходимого уровня квалификации. Бывает необъективный сход с линией или необъективный невыход на работу. На сегодняшний момент выход автобусов существенно сокращен. Главная причина – это нехватка кадров. Оказывается, из 46 автобусов АПАП-1 и АПАП-2 на линию выходит только 22. Правда, пока муниципальный перевозчик в режиме жесткой экономии решает, как наладить работу с персоналом, страдают пассажиры. Те, кто хочет ездить в комфортных условиях, а не чувствовать себя дровами в базиках. Но если директор не может найти квалифицированных водителей, может ему самому сесть за роль или уступить место другому директору, который наладит работу своего предприятия, чтобы не подводить свое начальство в мэрии. Елена Матвеева, Алексей Карельский, Руслан Симушин, Алексей Шаршов. Панорама Севера. В День Победы 9 мая региональная туристская ассоциация, делегация в составе 15 человек совершила рекламный информационный тур по Черноморскому побережью Крыма. Представители архангельских турагентств посетили знаменитые курорты Алушты, Алубки, Ялты, Ливадии. Полуостров славен изобилием разнообразных экскурсионных туров и исторических достопримечательностей. Морские бухты, целебный климат – все это и есть Крым. Ярким финалом поездки стало подписание соглашения между региональной туристической ассоциацией Архангельской области и ассоциацией Крыма и Севастополя. Мы заинтересованы в том, чтобы поток из Крыма в Архангельскую область был и становился и развивался. На сегодняшний день нашей задачей в рамках исполнения настоящего соглашения является то, чтобы донести до жителей города Архангельска и до жителей Архангельской области, что Крым и отдых в Крыму – это безопасно и это на сегодня настолько актуально, настолько ново, что именно туда нужно поехать именно этим летом. В городе ежедневно ведутся работы по заделке трещин и выбоин на дорогах, но пока, к сожалению, пути для автомобильного транспорта оставляют желать лучшего. Инга Швецова узнала у Архангела Городцев, существуют ли на их взгляд конструктивные способы улучшения качества дорог. Сейчас посчитать деньги, которые на это можно разумно выделить и найти самые сложные места туда, куда их можно вложить. Работу свою нужно делать качественно. Ну, я думаю, что нужно просто клич и народ кинуть, чтобы пересаживались на общественный транспорт, потому что иначе очень много личной техники на наших дорогах. Когда чиновники получают деньги на дороге, надо тратить их на дороге. Наверное, так и у нового улучшится качество. Надо строить нормальные дороги, чтобы они не разрушались. И еще можно мероприятие? Ну, можно, я не знаю, может быть, транспорт как-то ограничить, тяжелогрузный транспорт пустить по другой магистрали, чтобы там ходили, а по другой легковые машины возили. Монтировать, наверное, какими-то лучшими способами, да, и средствами, чтобы оно держалось, потому что нереально сходит снег, такое ощущение, что он сходит вместе с асфальтом. Мне кажется, стоит ливневую канализацию делать, чтобы вода куда-нибудь стекала, чтобы она не разрушала. Вот так. Не знаю, и чтобы более ответственно подходили сами люди, которые это делают. Вот. И, наверное, к исполнению законов, которые, например, ограничивающие массу на ось, вот которые там идет, 3,5 тонны в мае, чтобы КАМАЗы все-таки участвовали в этом деле и исполняли. В продолжение сегодняшней темы о состоянии дорог Архангельска мы поговорим с нашим гостем, главным инженером муниципального предприятия Архкомхоз Олегом Лебедевым. Олег Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какая работа уже по емочному ремонту проведена и на каких улицах Архангельска? Значит, ну, работа проведена на многих улицах. Значит, это Ломоносово, Троицкий, значит, Павлоусова, дальше идет Гагарина, Гайдара. Ну, практически на всех ямочные делаются. Значит, у нас работы выполняются так, как и литвой смесью. На данный момент только-только вот начало нормальной горячей смесью начали работать, потому что погода не позволяла в условиях выполнять, значит, делалось с литой смесью. Это, значит, асфальт литого типа. Значит, он заливается, просто заливается, он нагревается до 200 градусов, и вот там, где порывы, туда заливается литой асфальт. Так, значит, делалось в Северном округе, Октябрьский округ, Ломоносовский, то есть во всех практически округах делалось. То есть даже в морозные дни литую смесь до минус 10 градусов можно было ложить. То есть мы начинали даже с начала февраля, когда начали откипеть. То есть происходило подтаивание, подтаяло, водичка появилась, трещина залилась, разорвало асфальт, и приходилось очень много работать. В этом году очень погода такая неустойчивая, и вот много разрушений, посмотрите, вот тут покрытие. А скажите, а сколько средств выделено на ямочный ремонт? Значит, на ямочный ремонт по всем округам города Архангельска примерно выделено порядка 30 миллионов. Значит, это по округам, мы разделили по округам, значит, 13 миллионов, Северный, Ломоносовский, значит, Октябрьский округ, значит, и 13 миллионов на вторую половину. То есть 2 на 2 части, и 6 миллионов идет на Левый берег. Там тоже ямочный ремонт идет, значит, там распределены эти средства. Они выделены на весь год, то есть для поддержания безаварийного проезда автомобилей. А какие-то еще организации участвуют в ремонте дорог? Значит, в ремонте дорог участвуют порядка 4 организаций. На данный момент работаем мы, работает предприятие ЗАО «Аксун», работает ООО «Автотороги», мы привлекаем их. Плюс предприятие – это ООО «Семь дней», которое выиграло тендер, аукцион по содержанию Исокогорского, Цегламинского района. Олег Иванович, а можете что-то сказать по планам по ремонту дорог? Значит, городом запланированы, значит, текущие ремонты, порядка 80 миллионов выделяется на это дело. Значит, на данный момент разыграны проектирование и осмельчивание этих видов работ, то есть какие-то улицы. Я их перечень не могу назвать, их можно посмотреть на сайте, они определены. Значит, какие улицы будут ремонтироваться, это замена верхнего слоя асфальтобетона. То есть это будет предусмотрено срезание верхнего слоя, тот, который износился, и накладывание нового слоя, чтобы дальше можно было ездить по улицам, дороге, чтобы ямочность все убрать. То есть будут целыми улицами определены. Олег Иванович, спасибо за Ваши комментарии. У нас в студии был главный инженер муниципального предприятия «Архкомхоз» Олег Лебедев. Продолжит выпуск новостной дайджест. Информация короткой строкой. Сегодня Архангельская область посетил министр МЧС России Владимир Пучков. Министр проверил готовность сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Архангельской области к лесопожарному периоду. В рамках рабочего визита Владимир Пучков встретился с губернатором Архангельской области Игрим Орловым, побывал на Соловецких островах. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. В Архангельской области стартует третий литературный фестиваль имени Иосифа Бродского, который пройдет в поселке Коныша с 15 по 18 мая. Здесь, в деревне Норинское, в 1964-1965 годах Иосиф Бродский отдувал ссылку. Организаторы фестиваля приглашают молодежь, увлеченную творчеством Иосифа Бродского, принять участие в мероприятиях. В дне фестиваля будет работать молодежная конференция для школьников старших классов, а также для студентов и преподавателей. Только на одну ночь с 17 на 18 мая у Архангела Городцев есть уникальная возможность посетить залы всех экспозиций в необычное время суток. В это время состоится международная акция «Ночь музеев». Для посетителей будут открыты музей изобразительных искусств, экспозиция художник и сказочник Степан Писахов, выставочный зал усадебного дома Плотниковой, экспозиция русской классической искусства 18-го, начала 20-го века, музей художественного освоения Арктики имени Борисова, старинный особняк на набережной, Марфин дом порадует шоколадными конфетами ручной работы. Из Германии в Холмогоры. Родину великого помора Михаила Ломоносова посетила делегация из Фрайберга. Вместе с немецкими гостями там побывала Екатерина Грициенко. На Куростров через Северную Двину. На пути к родине великого русского ученого немецкая делегация. Это организаторы и меценаты реконструкции дома Ломоносова во Фрайберге. Наша семья, семья Энгель, создала фонд для благотворительных проектов. Одним из них и стала реконструкция дома, где Ломоносов обучался, будучи во Фрайберге. Ломоносов является связующим звеном между Россией и Германией. А наша семья имеет очень хорошее отношение с Россией. И поэтому мы решили поддержать этот проект. Эта связь зародилась 275 лет назад, когда во Фрайберг приехал студент Михаила Ломоносова. Здесь в 1739 году будущий гений российской науки отправился к Иоганну Фридриху Генкелю для углубления познаний в области горных наук. Нерологические лаборатории, в которых работал ученый, позже стали основой Горной академии Фрайберга. В следующем году у нас будет 250 лет со дня создания нашего университета. И это тоже 250-я городщина смерти Ломоносова. И мы хотим установить контакт с домом Ломоносова в Ахангельске. И, конечно, необходимо посетить именно то место, где Ломоносов родился. Возложение цветов к памятнику великого ученого, посещение мемориала его родителям Василия Дорофеевича и Елены Ивановны. Для представителей Горной академии Фрайберга важен каждый памятный знак, связанный с именем Михаила Ломоносова. Для истинных гениев нет границ ни временных, ни пространственных. Так, почти три века спустя имя великого ученого вновь проложило мост между двумя странами – Россией и Германией. Екатерина Грициенко, Сергей Минин, Панорама Севера. В городе Мирный в течение трех дней проходил областной финал военно-спортивной игры «Зорница». Самым зрелищным событием первого дня соревнований стал конкурс по командной строевой подготовке. Юные бойцы бойко маршировали и пели военные песни на главной площади города. Своё существование игра начала неожиданно. Её правила придумала обычная учительница из пермского села Мысы – Зоя Кротова. Она же провела и первые соревнования в 1964 году. Вскоре появились городские, областные и всесоюзные состязания среди школьников и студентов, которые проводятся и сегодня, собирая участников из многих городов и стран. В Мирном в этом году борются за победу 13 команд из разных уголков Архангельской области. Я болею за всех. На сегодня здесь не должно быть ни победителей, ни проигравших. Ребята уже победители, потому что, во-первых, они представляют каждый свой район, своё учреждение, свой город. Первым этапом соревнований стали одни из самых сложных и красивых конкурсов – строевой смотр и парад знамён. Марш юно-армейцев оценивали как к команде, так и по одиночке. Также они должны были достойно пронести своё знамя. Но самая ответственная часть – прохождение с песней. Её ребята подбирали сами. Для многих участников этот выбор символичен и отражает особенность команды. Мы живём в городе у Белого моря, и название команды «Борей» – это «Северный ветер с моря». Я думаю, что мы должны как-то показать свой город, свой северодвинуть, что у нас всё-таки строятся атомные подводные лодки. Каждая из команд уже победитель в своём городе или районе. Все они уверены в успехе и на областном конкурсе. Мы готовились в корпусе непосредственно. У нас есть плац, и мы с троевой там занимались каждый день. Также ездили в пожарную часть, готовились к МЧС там. В общем, много занимались на турниках для поднятия физической подготовки, чтобы с уверенностью к победе прийти. В первую очередь «Зорница» учит взаимовыручки и товарищеской поддержки. Пропагандирует здоровый образ жизни, повышает престиж военной службы. И самое главное, воспитывает гражданско-патриотические чувства у молодёжи. Ведь патриот любит своё отечество не за какие-то блага и привилегии перед другими народами, а потому что это его родина. В заключении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 17 мая, доллар США 34 рубля 78 копеек, евро 47 рублей 70 копеек. В Архангельск приходит долгожданное тепло, однако обо всех погодных изменениях вы узнаете через несколько минут от нашего метеоэксперта Юниса. А я с вами прощаюсь. Это была информационная программа «Панорама Севера». Проведите эти выходные вместе с телеканала ПС. Мы вещаем не только в кабельном и цифровом формате, но и в интернете в портале правдосевера.ру. В студии работала Лена Гончарова. Всего доброго. До встречи. Пусть кажется, что нет назад пути, и против выстроился целый мир. Среди дорог всего одну найти, и молись, чтобы хватило сил. До встречи на телеканале ПС. Субтитры подогнал «Симон»!